Всех приветствую! Всех поздравляю с началом летней распродажи в Steam. Я уже лично закупился, хотя это еще не все. Накупил в основном стареньких шутеров. То есть, Турок взял, взял Quake 4. Хотя, не совсем старый, но уже по-моему, лет 8, если не ошибаюсь. Ну и так далее. А помимо шутеров, захотелось поиграть во что-нибудь такое для Денди. И нашел себе игрушку Castle and Darkness. Посмотрел на YouTube прохождение первого уровня. В принципе, приглянулось мне. Игрушка не так давно реализнулась. То есть, она прошлого года. Не знаю, почему я ее пропустил. Да и даже хорошо, потому что взял сейчас за копейки, а не за полную стоимость. Все время. Ну, давайте глянем ее. Я уже немножко поиграл. Единственное, что меня смутило, это то, что... Изначально я, когда я ее запустил, экран был маленький-маленький. Даже там не было ничего видно. А когда я в конечном итоге сделал экран нормальный, то игрушка у меня подзависла. И пришлось запускать ее заново. Поэтому в настройки я лезть не буду. Так сейчас она упадет. Я вот до босса дошел. Но если вы думаете, что до босса тут идти и идти, то на самом деле тут пару комнат и уже босс. Довалить его не сложно. Вот этими вот сферами, которые он запускает, надо их отражать в него. И все. Ну, ачивочка. Блин, я с клавой играю. С джойстиком, конечно, было бы поудобнее. Но сейчас не буду уже экспериментировать. В следующий раз вот как ролик доделаю. Вот попробую джойстик по собачке гляну. Можно ли с ним. Сохраняло, конечно, приятно много. Так, это босс. Нет, стоп. Купить новый мяч. А, мне монеток не хватает. Какой-то прям мексиканский рестлер. О, панки. Быстренько вынес. А точно туда запрыгнуть нельзя? А, угляну. Это я вот зачем сейчас делаю? Хочу посмотреть. Может, можно сейчас будет вот таким макаром монеток набить? Блин, я скорее всего жизни лишусь. Не, не охота время отнимать ваше. А, блин, а куда что-то бить? А, в голову. Блин, сложно. А, блин, сложно. Может, быстренько пробежать? А, блин. Отвлекся. Так, все жизни я сохранил. Можно. Не, ну с геймпадом тут было бы проще в сто раз. А, блин. Сюда запрыгнуть нельзя? Не, ну с геймпадом. Ладно, еще по быточкам. Что? Боюсь. Так, попробую бить, когда он будет подходить к ней. Так, три удара на нескольку. Четыре. Пять. Шесть. Сколько этому ублюдку надо? Семь. Восемь. Восемь ударов. Охренеть. Откуда я начну, откуда? Нет. Хорош, хорош, хорош. Я думаю, подтренируюсь и тогда уже буду выкладывать свое прохождение этой игры. Наверное. Или я не выезжал, помогу этого и не делать. Вот. В принципе, игрушка неплохая, но лучше, конечно, с контроллером в нее шпилить. Это будет попроще. С клавиатуры, это мучение по побо-боль. Но в целом, в целом, игрушка понравилась. Не такая уж прям сложная. Я, наверное, сегодня как-то не активно строен. Да и как-то с кем мы в игры а-ля Dendy Ness немножечко подупал, поэтому поэтому я и косячу. Игру могу порекомендовать. Да вы и сами видели. Те, кто любит вот такую вот классику, Nell Classic, то берите. Тем более, сейчас по скидке на летние распродажи она стоит копейки. Ладно, спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.